Вирус не пройдет. Для того, чтобы избежать новой коронавирусной инфекции, необходимо иметь стойкий иммунитет. О том, какие народные методы применяют по иммунизации организма, а также о медицинских рекомендациях, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Обыкновенно руки моем тщательно. Да в ошибку-то и не боимся этого гриппа. Иммунитет повышаем. Имбирь, лимон, мед. Таким образом. Обычную жизнь веду и не дергаюсь, как обычно. Много гуляю, съем витамины, мою руки. Народное средство все-таки. Укреплять иммунитет можно не только с помощью аптечных препаратов, но и используя народные средства. Травяные настои, чай, фруктово-ореховые салаты и смеси. Поддержанию здоровья и профилактике болезней наши предки уделяли большое внимание. Еле в меру устраивали игры на свежем воздухе, еле мед. Особое внимание уделяли закалке. Про закаливание хочу сказать у наших народов. Очень большое внимание уделяли воде. Например, конечно же, здесь русская баня. Это закаливающие, профилактические какие-то приемы. А еще, если взять народные праздники, например, летние, а графена-купальница или Иван-купала. Там было принято на заре, когда еще водичка холодная, умыться этой водой. Или, например, на Иван-купалу надо было в рассе покататься, поваляться, чтобы быть здоровым. Это самые элементарные закаливающие процедуры. Повышение иммунитета народными средствами в совокупности с употреблением некоторых продуктов будет весьма полезно. Например, мед, который содержит целый ряд витаминов групп А, В, С, Е, К и фолиевую кислоту, необходимо принимать внутрь каждый день по чайной ложке. Стоит помнить, что мед должен быть натуральным. Ежедневное употребление орехов не только укрепит иммунитет, но и поможет очистить сосуды от бляшек, а также противостоять заболеваниям сердца. Что касается молочных продуктов, то стоит употреблять ряженку или кефир. Они помогают улучшить процесс пищеварения. Также черноплодная рябина, изюм и виноград благотворно повлияют на повышение иммунитета. Не стоит забывать и о ежедневном потреблении овощей и фруктов. Наши предки большое внимание уделяли питанию. Тогда повсеместно выращивали овощи, очень много овощей, поэтому они были на столе. Это и морковь, это и репа, и свекла, и капуста. Ели очень много ягод, грибов и знали толк в травах, собирали их и готовили витаминные чаи. В свою очередь врачи рекомендуют выдерживать 7-9-часовой сон, поддерживать физическую активность. Причем не обязательно профессионально заниматься спортом. Подойдут и долгие прогулки, а также скандинавская ходьба. Необходимо избегать стрессов. Также рекомендован отказ от вредных привычек к курению и употреблению алкогольных напитков. Конечно, можно использовать биологически активные добавки. Часто меня спрашивают, какие и так далее. Я, конечно же, не могу это рекламировать, но вообще суточную потребность многих витаминов, и особенно жители севера, не могут потребить именно с продуктами. Но это связано с тем, что у нас с вами белково-жировой тип питания все же на севере, нежели чем на юге. На юге больше овощей и фруктов кушают. Поэтому, соответственно, часть витаминов, микроэлементов можно нам потреблять именно через биологически активные добавки и витамины. Витамин D, витамин C, вот особенно сейчас, да, можно нам использовать. Что касается лекарственных препаратов, связанных с повышением иммунной системы, то их следует принимать только по рекомендации врача. В противном случае можно навредить организму. Конечно же, соблюдение правил гигиены, особенно сейчас это актуально. Это регулярное, частое мытье рук. Это сейчас, в период эпидемии, обработка антисептиками обязательно. Купить себе, купить ребенку салфетки или есть дезинфектанты в различных флакончиках. Это, естественно, душ, это чистка зубов. Ну, все, что касается личной гигиены, это смена белья своевременная. Самое главное – профилактикой по повышению иммунитета необходимо заниматься непрерывно. В здоровом теле – здоровый дух.